в облако пока теперь я как я объяснял я делаю на фейсбуке добрый вечер мы после долгого перерыва продолжая наше изучение книги раба шерки хедуш гадоль у нас новый раздел который называется который называется мигдаш храм минуточку мне нужно демонстрацию экрана включить да 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 сейчас полсекунды 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 прошлый раз мы читали раздел который был посвящен надела поклонству и теперь мы плавно переходим в раздел храма до который в какой-то мере является исправлением вот этого то что называется чуждого служения и так экран видно мой да да отлично тогда я прочитаю сначала первый отрывок его перевод потом и обсудим и так опасность овеществления в храме на первый взгляд существование храмы есть опасность овеществления божественного путем ограничение его место но на самом деле еще большая опасность кроется в чрезмерном абстрагирование так же как есть опасность в овеществлении божественного которые ведет к хлопоклонностях так есть и опасность в чрезмерной концептуализации и божественного который может привести к атеизму не верю можно сказать что вера находится в в состоянии маятника, который движется между двух этих крайностей, между идолопоклонством и неверием, пока не достигают полной веры. Иногда просыпается сомнение в вере в сердце человека. Это сомнение приходит, чтобы очистить душу от клепы идолопоклонства, которая прилепилась к ней. Иногда мы видим пробуждение неверия, скептицизма даже в религиозной душе. У этого есть позитивная цель – очистить восприятие, которое потускнело, уменьшилось или даже стало примитивным. Надо объяснить, такие громоздкие слова получаются при переводе на русский язык. Итак, что нам здесь хочет сказать Раф? Что есть две опасности, две крайности в служении Всевышнему. Одно он называет «агшама», это от слова «гашми», материальный, вещественный, а другое он называет «авшата», это от слова «абстрактный». Это две крайности, которых нужно избежать. И то, что называется «агшама», об этом мы как раз читали на предыдущих уроках, потому что вот эта «агшама», она как раз составляла чуждое служение вот этих идолопоклонников, которые окружали евреев и на фоне которых, собственно, иудаизм и появляется, потому что эти идолопоклонники, там, месопотамские, греческие и так далее, у них не было такого понятия атеизма от слова «вообще». У них было восприятие, какой-то контакт с какими-то внечувственными реальностями, с какими-то высшими силами, но как бы в контакт они с ними входили при помощи каких-то предметов. У них были идолы, какие-то изваяния или же какие-то священные рощи или же какие-то высоты. Был какой-то материальный носитель того, что они как бы воспринимали как нематериальное. И поэтому как бы то служение евреев, которое было, например, во втором храме, по их меркам, по меркам тех идолопоклонников, оно представляло собой атеизм на их фоне, потому что как раз оно было чрезмерно абстрактным. То есть у евреев был храм, и язычники понимали, что такое храм. Но внутри этого храма, в самом его центре, находилась пустота во втором храме, потому что не было ковчегов. И поэтому древнеримский историк Тацит писал, что евреи – это ужасный народ, у них нет ничего святого, и в их храме находится пустота. То есть они поклоняются пустоте по меркам идолопоклонников, которые не могут себе представить какую-то духовную работу без какого-то овеществления. И поэтому храм все-таки в какой-то мере устанавливал какое-то место для поклонения Всевышнему. И в то же время с противоположной стороны, со стороны современного какого-то атеиста, я не знаю, как бы человеку очень рационального, для него само понятие установить какое-то место для служения Всевышнему – это означает ограничить божественное место. Поэтому должен быть такой баланс. Об этом балансе Рафи говорит, что уклон в одну сторону, в сторону овеществления, он приводит к идолопоклонству. То есть если выкручивать на максимум осуществление, то это и есть чистое идолопоклонство. Человек сначала ставит статую, начиная через нее входить в контакт с высшими силами, потом он просто поклоняется статуе. И другой уклон. Если мы совсем будем говорить, что Бог не связан ни с чем материальным, он полностью абстрактен, Бог в сердце, как еще говорят и так далее, тогда мы уйдем в другую крайность, потому что если мы не будем его не связывать ни с чем материальным, если будем его воспринимать как полностью трансцендентным, тогда мы придем к тому, что Бога нет. Поскольку он ни в чем не проявляется, я его не ощущаю, значит его нет. Это другая крайность, которая называется атеизм. И поэтому Рафи говорит, что вера постоянно колеблется между этими двумя крайностями, атеизма и идолопоклонства, и находится в состоянии вот такой вибрации, такого маятника. И вот эта вибрация, она и есть движение в сторону подлинной веры. И когда, например, появляются какие-то сомнения, есть простой верующий человек, и приходят какие-то деятели науки, и начинают в нем пробуждать сомнения. И это идет на самом деле на пользу, потому что он очищает свою веру от излишней материальности. И все это имеет позитивную цель. Вот я так пересказал первый абзац, который я прочитал, потому что мне показался перевод очень слабым по сравнению с тем, что я прочитал на иврите. Да, может быть, есть на данный момент какие-то замечания, вопросы? Мне кажется, можно прояснить немножко еще вот эту идею ограничения. Почему, если я устанавливаю какое-то место, делаю его особенным, называю его как бы центром мира, и там устанавливаю дом для места, контакта с Богом, почему это противоречит как бы абстрактности его? Это просто я не то, что у меня есть хороший ответ на это. Я просто думаю, что нужно эту мысль еще немного обдумать. Какая разница, в конечном итоге? Есть какой-то... уговоры или... Для человека, в принципе, важно, чтобы такое место было, потому что мы ограничены. А понятно, что для Бога это не важно, с другой стороны, потому что весь мир, он вместо всего мира. Но, видимо, надо понимать, что это важно для человека, но ему не нужно переходить вот эту границу, начиная думать, что именно там Бог находится. Вот в таком духе, нет? Ну да, конечно, но опять же, да, мы говорим, что важно иметь какое-то место, а на самом деле это вовсе и не тривиально, да, то есть какие-то, например, времена, естественно, человек понимает, что если есть Бог, и мне нужен с Ним контакт, мне важно иметь место контакта с Ним, да, а есть другие мировоззрения, другие восприятия, которые вот они говорят наоборот, что если есть Бог, значит, не может быть никакого контакта с Ним, поскольку Он трансцедентен и всеобъемлющий, да, и вот если мы устанавливаем какое-то определенное место, то мы уже его принижаем, да. И вот что интересно, Раф как раз говорит, что вот из этих двух крайностей одна опасность больше для нас важна, да, вот это как раз опасность чрезмерного абстрагирования, да, то есть от каждого... Да, вот исходя из этого предположения, когда я боюсь установить какое-то определенное место контакта с Богом для себя, мне, я могу прийти к мысли, что нет вообще места в этом мире, где бы я мог с Ним контактировать, потому что любое ограничение, да, оно меня как бы уводит от абстрактности. И таким образом я куда-то ухожу слишком далеко от идеи вообще контакта с Ним. И начинаю думать, что может быть вообще идея контакта, она нереальна. Да. Ну, в общем, я что-то подобное как раз вчера слушал, переслушивал лекции Давида Капелевича, где-то годовой давности, может быть. И там была идея такая, что поскольку в древности люди не представляли себе служение без храма и без жертвоприношений, то в какой-то мере храм был уступкой вот этому. Но точно так же, если уходить от этого, сначала, допустим, можно уйти от идеи жертвоприношения, она нам кажется странной, потом точно так же странной может показаться молитва, и потом действительно уже не останется никаких действий с нашей стороны. Что еще-то можно сделать, чтобы связаться? Ну, в общем, да. Эта идея о том, что эта уступка привычкам идолопоклонников, это рамбам. Маймонид об этом говорит, это классический его подход. Но всегда подчеркивают, когда это говорят, что тот же самый Маймонид в законах своих в Этура, он приводит все законы храма, как они есть, несмотря на то, что, в принципе, он говорил, что это уступки, может, не в будущем. Отпадет в этом необходимость. Но как будто два разных Маймонидов. Алик говорит, но на самом деле это один и тот же человек, просто вот он находится в разных, как по Равошерке, то в разных точках этого Маймонидова. Я, если можно, одно слово скажу и должен убегать. Я на Равошерке посмотрю в записи Бленеда. Хотел только сказать, меня немножко как бы пугает, скажем. Вот я у Гриши часто слышу такое слово, и поэтому для него это как бы нормальное выражение. Это как еще можно связаться? Я не знаю. У нас есть, как это на Юрике называется, операторы мобильной связи, что значит, как связаться. Ну вот есть 054, 052, там они, а что значит, как связаться? Ну подожди, секунду. Сейчас, сейчас, секундочку. Сейчас, одну секундочку. Я как бы все понял схему насчет того, что должно быть что-то такое вещественное, это филины, то, север, пятый децепт. Замечательно. Но если возьмете человека, я таких в Израиле встречал, к счастью, огромное количество. Человек по факту не соблюдает заповеди, не накладывает филины, не говорит молитвы, но просто работает в больнице, спасает людей. У него есть связь мобильная с Всевышним или нет? Вот поэтому, у меня как бы вопрос, как можно связаться? Это не тебе судить, на самом деле. Нет, конечно нет, конечно нет. Вопрос на всталенском воздухе. Что значит связь? Если он не нуждается в этом, то у него и нет. Замечательно. Но что значит связь? Как у нас еще можно связь? Он замечательный человек, он большой праведник, мудрец, кто угодно. Но если у него нет никакого предоставления о Боге, если он не разговаривает с ним, в своей жизни не думает о том, что его действия какие-то выражают, его ответ в своей судьбе Всевышнему, в ответ на то, что с ним происходит. Если у него это все пустой звук, если он действительно неверующий, то у него нет связи. Не надо доводить до конца. Что значит неверующий? Неверующих людей нет. У него есть связь с Богом. Это не очевидность. Что это? Окей. Мне кажется, что... Да, Грич, пожалуйста. Я с тобой во многом согласен. Конечно, выражение связаться, оно, во-первых, такое очень вульгарное. Ну да. А во-вторых, если так вот говорить по-простому, я думаю, что людей, которые способны это делать, ну, это единицы. То есть, вот мне так вот, просто, если не вдаваться в глубокую философию, мне представляется, что да, наверное, есть какие-то вот такие особые люди. Я не знаю, что-то им дано. Они могут как-то там вот... Ну, экстрасенсы, по-видимому. Ну, экстрасенсы, наверное. Не-не-не. Нет. Ну, могут не экстрасенсы, те, которые в этот пардес входили. Вот. А так, конечно, да, это все время на грани. Все время ты не знаешь, то ли ты молишься, то ли ты воображаешь. Ну, 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 это твое осознание того, что происходит. Может быть, ты воображаешься, может, ты ошибаешься, но ты в душе все-таки, когда тебе плохо или тебе хорошо, ты говоришь, о, господи, да, как красиво это дерево. Не просто, как это дерево красиво, а ты, так сказать, свою жизнь все время соотносишься с ним. Ну, я знаю, это правда, это воображение, не знаю. Ну, может быть, не каждый миг, но большинство религиозных людей так и живут, они соотносят свою жизнь с ним и спрашивают, господи, я опять ошибся. Ну, а тот, который, так сказать, он этого не говорит даже в душе, думает, мх, опять ошибся. Но, это самое. Есть тут некоторые разницы. Люди могут быть очень разные. Некоторые люди религиозные, им кажется, что они в диалоге с Богом, им кажется, что Бог их поддерживает. Такой известный случай из книги Шовтим, когда там Песель Миха, да, он сделал идола и маску там, мы с США. И потом к нему в дом попал левит. Моа говорит, отсюда я вижу, что мои дела угодны Богу, он даже левит мне послал. Человек был уверен, что с ним все в порядке. Часто с нами бывает тоже, мы уверены, а на самом деле не все в порядке. А с другой стороны может быть человек, которому вообще это... Окей, я убегаю, я вас оставляю. Все. Ну ладно, ты как всегда все. Пока. Всем хорошей связи. Всем хорошей связи. Да. Окей. Пока. Балам ушел немножко наше болото. И хорошо, я думаю. И есть о чем поговорить. Ну в общем, как бы есть еще идеи или замечания, потому что это было интересно. Это не простой материал, все, он стоит размышления, мне кажется. Нехама, а вот это случайно не исламская идея, что действительно с одной стороны Бог трансцендентен и в то же время ему можно молиться где угодно. Захотел, поставил мечеть тут, захотел, там никакого, так сказать, определенного храма нету. Ну хотя, это я так, это я, наверное... нет, ну, у них есть места святые ислама и молиться где угодно можно. Это евреи тоже, то есть даже во время храма. Ну, это сложно, когда вообще действительно реально установлены постоянные молитвы, это вот после разрушения храма. Тем не менее, есть всегда некоторые понятия о молитве в сердце или какие-то тогда, может быть, до этого были более свободные молитвы. все равно человек молился, даже если он не приходил в храм. Это еврейская идея. Я не думаю, я не знаю, я недостаточно знаю ислам, и не могу сказать, дают ли они храму, мечеть, по-моему, нет. Это просто так же, как и синагога, место для молитвы. Мне кажется, я не на сто процентов. Да, но я тоже не настолько знаю, это я, наверное, так же, зря сказал, в сторону, чтобы не уходить. Нет, у них же есть то же самое направление на Мекку, да, есть одно место на земле, куда они направляются лицом, да, точно так же Легавдиле и как раз хедушем евреев было установить одно место на земле, да, где есть вот эта антенна, этот передатчик, да, которая связана с небом, вот, потому что до этого как раз язычники молились в так называемых местах силы, да, что они были более чувствительны вот к этим вибрациям природы, да, и находили какие-то места, где есть какая-то связь с чем-то, да, с чем-то другим, и там они ставили там свои копища, храмы, потом на них же ставили и храмы следующих религий, да, там, христианские, например, я с детства знал, даже я в христианской стране, что храмы стоят на особенных местах, которые до храма там все живущие в тех местах чувствовали, что там что-то такое есть, да, а кто жил там до христианства, конечно же, язычники, да, поэтому хедушь иудаизма по Равошерке был в том, что уничтожь все места, да, как сказано в Торе, да, что уничтожь все места, не то, что там как бы идолов сотрит, порошок, это понятно, но также уничтожь места, да, другие места, кроме того, которые Всевышний тебе укажет, да, это одно место на земле, на котором будет стоять храм, да, и там небо соединяется с землей, и, соответственно, где человек не находится на земле, он туда направляет свои молитвы, потому что он знает, что на земле есть такое место, где вот этот канал проложен. Да, но это, в общем, хедушь книги дворей, насколько, потому что до этого вообще такого представления вторения не было. Кажется, что может быть эти балмот, то есть места принесения жертвы или молитвы в любом месте. И так, собственно, евреи поступали в те времена, когда не было храма, когда была разрушена, в Кене в Шилу была разрушена, или пока ее не было. Вообще, пока не было храма, это вполне был допустимый вариант. Ну, допустимый вариант, но у них же был ковчег, да, то есть у них был мобильный храм. Да, это в пустыне, но в пустыне они тоже, в ковчег все время путешествовали. Это там и сказано. Это нужно разбирать комментарии к этому месту, не делать и так, как в книге дворим, как мы сейчас, типа, что мы молимся в разных местах. Ну, ковчег, потому что двигался, можно сказать. Ну, и потом, когда не было храма, когда там ковчег был пленен, когда был разрушен нашел, после этого не было храма, он был временным, и поэтому не было запрета на молитву в других местах. Известно, нормально, что до того, как построил храм, он там приносил жертву в Гевоне и так далее. То есть другие места для жертвоприношения и контакты с Богом вполне работали. А идея как бы единого места, она более поздняя, более продвинутая и важная, наверное, как в смысле национальном, что образуется национальный центр, объединяющий силы, какой-то объединяющий, силы, объединяющие весь народ. Так, ну, идея народа, да, она же тоже своего рода является неким ограничением, да, что вот есть один народ, через которого другие народы держат связь. Точно так же, как и одно место, да, через которое небо связывается с землей. То есть вот это как раз все вот эта идея, что вот этот хедуш, да, ограничение, да, что вот здесь будет контакт, и здесь там будет обитать имя мое, как сказано, да, и вот, ну, как раз вот эту идею мы и разбираем, да, насколько она... Это, на самом деле, мне кажется, продолжение того, что я говорила, о том, что это вещь, которая нужна для нас, это действительно то, что строит человек в результате. Оно не само по себе как бы образовалось, ну, там есть какие-то намеки, что это место, на которое Бог указал в Рааму, но тем не менее, это выбор, конечно, выбор за человеком, он выбирает это место и строит этот контакт, и потом человечество, если оно согласится, и выберет этот избранный уже народ себе как посредника для контакта, то тогда он сможет продвинуться. то есть это как бы связано еще с строением, которое возложено на человечество, чтобы построить эту связь в правильном уме. Ну, конечно, да, если я решил провести себе в квартиру интернет, да, то есть я должен как минимум открыть дверь, предоставить возможность установить там все провода и приложить какие-то усилия, чтобы знать, да, пароль, где у меня будет стоять антенна, где телефон, да, без этого связи, конечно, не будет никакой. Так, ну и, да, еще один абзац, отсюда же дочитаем. Доказательство тому, что в храме нет опасности овесчисления божественного в том, что храм, который является дворцом Всевышнего, может разрушиться. И даже скрижали божественное деяние может разрушиться, да, что вот этот храм, нам казалось бы, что если это место связи, то он должен быть вечным, да, но тем не менее они разрушаются, да, к сожалению. Вот, и последнее предложение, я его не понял, да, может, нахаму поможет. нет никакой святости. Там должно быть какое-то наполнение наполнительное. Если бог ушел с храма, то храм уже не может работать, он остается просто там у него. То же самое как бы и другие вещи, извините. Да, то есть эта идея, да, что если мы устанавливаем какое-то место, да, то это не значит, что вся божественность ходит туда, да, она является носителем этой святости. Ну, безусловно, это не значит, что вся божественность. Но там вообще может, она может в какой-то момент уйти оттуда или почти совсем уйти. То есть она как бы ее материально, материальные, скажем, духовные сущности, они соединены в момент, когда это работает. Они могут разъединиться, и тогда материальность сама по себе никакой святости не несет. Всегда есть вообще во многих вещах так вот есть такие вещи, скажем, пример тому всякие жертвопоношения. Вообще говоря, если я посвятил какую-то животное жертвопоношение жертву, то оно уже запрещено для использования, его нельзя ни стричь, ни работать на нем, ничего, и продать его нельзя, ничего нельзя сделать. Но если оно там получил травму, то его можно выкупить. то есть есть условия, при которых разделяются святость и материальность, которые есть в объекте. Поэтому эта святость не приклеена к объекту материальному намерку. Само материальное оно как бы не становится от этого полностью святым, и так что ты разрушаешь материальное и разрушаешь святость. Вот интересно, есть материальный предмет, и он не может быть постоянным носителем святости. Святость может уйти из него, но при этом святое место получается, это что-то другое, потому что храмовая гора не перестала быть направлением молитв после того, как разрушился храм. Тут еще может быть аналогия с человеком. Человеческое тело разрушается, что-то остается, душа остается, и более того, даже обещано, что тело будет восстановлено. Аналогия, я думаю, совершенно оправдана. То, что на храме горе осталось святость, это как бы некоторый факт. Могла бы и нет, как бы шило, она не осталась. Шило хорошее, важное место для нашей истории и так далее, но мы не относимся к нему, мы даже, честно говоря, с точки зрения археологии, непонятно, где там находился Скиния. Очень трудно археологам установить это, потому что в этом месте ничего не остается. Нет никаких, дом, в котором живут, там остаются какие-то черепки, там какие-то и так далее, потерянные вещи смешиваются с землей. А там, где стояла Скиния, там убрали оттуда жертвенник и все, ничего нет. Короче, мы не знаем, где это, но даже если бы знали, туда можно спокойно, там можно проходить, это не, место не осталось священным. То есть с этим Иерусалимским храмом, с местом его есть некая особая история. Там Бог не убрал оттуда святость, она не уходила оттуда совсем. То есть она, конечно, так сказать, частично уровень там, видимо, снизился, тем не менее законы плохие, нельзя там нечистым находиться и так далее. Все это осталось в действии. Мне кажется, как раз это важно для того, чтобы как раз не прерывалась связь со Всевышним, что остается место на земле. особенно когда Израиль должен уйти в изгнание. На самом деле есть разногласия, что было в эпоху первой изгнания. Но мы не будем этого даваться. Но то, что после разрушения второго храма она уже никуда не девалась, это однозначно. Без этого действительно неизвестно, как бы мы смогли вернуться. вот видимо в таком метафизическом, символическом, я не знаю, символическом, во всех аспектах. Если бы там не осталось никакой связности, мы не смогли бы вернуться. Не могло бы быть избавления. Это то, что нас каким-то образом может быть неформальным, непостижимым. поддерживал. Так, мне кажется? Да, должны быть какие-то зацепки. Именно в материальном, опять же. Согласен. Да, ну, хорошо. Тогда, наверное, перейдем к следующему отрывку. Как эту тему уже сегодня подняли, есть многобеговой спор мудрецов, чем является храм. По одному мнению Мешкан, о котором мы читаем в Торе, был установлен как исправление вот этой склонности к иголопоклонству. И, соответственно, там вот сами жертвоприношения, которые там приносились, есть мнение, что они как бы отпадут. Но они уже фактически их не осуществляют, поскольку нет храма. Их заменой стала молитва. Есть мнение, что и молитва когда-то отпадет, поскольку Всевышний действительно настолько трансцендентен, что на более высоком каком-то уровне постижения все мои попытки описать его свойства словами являются оскорблением. На более высоком уровне. Но сейчас без этого невозможно. Вот это одна идея, что храм это исправление вот этой склонности, есть в человеке склонности к поклонству. Есть другая совершенная линия, которая говорит, что храм был задуман до творения мира. И соответственно он абсолютен, не является зависящим от склонностей человека. И вот как раз об этом мы прочитаем следующий отрывок. Хама Я буду читать русский перевод. Представим себе человека, который никогда не читал Тару. Если мы попросим его прочитать весь храм, и главное это и резюмировать самое главное это что он скажет. Я посчитал, что Бог сотворил мир, чтобы сотворить человека, чтобы народ Израиля вышел из Египта, принял Тару, вошел в землю Израиля, построил храм. Вывод Богу нужен храм. Всевышний страстно желает встречи. Медраж говорит нам, что еще до сотворения мира Всевышний построил себе цуку на храмовой горе, заходил к нее, молился и говоря, да будет воля моя, чтобы построили мне сыновья и дом в этом месте. В общем-то, можно небольшое отступление, это как бы калька, перевод того, что мы говорим иногда в молитвах. Да будет твоя воля, чтобы стал этот год сладким и хорошим. Вот так мы просим, например, в Рашшана. И тут такая же калька, но только Бог сам как бы самому себе обращается с такой просьбой, чтобы здесь был построен, чтобы Моза хотел, чтобы построил здесь храм. Это Илкут Шимоне над Хелем 7.6.3. То есть храм изображен не как историческое событие, но как древнее стремление творца мира к тому, чтобы у него было с кем и где вести диалог. что скажете? Скажу, что если бы я был на месте человека, который никогда не читал Тору, то наверное бы подумал, что вот во всем Адам и Хава виноваты, что если бы все было по изначальному плану, то не понадобилось бы никакого храма. А храм нужен только для исправления того, что что-то пошло не так, а так бы без него обошлись. Может быть, это интересная мысль. Может быть, если на горе Сина евреи бы не отказались от прямого контакта с Богом, они сказали мы все с тобой говорит, мы не можем, мы умираем. Тогда другие пути были задействованы. Это же было... А, кстати, да, это вообще что-то не аминь. Ну, я не знаю, не знаю. Не-не, но на самом деле там это источник того, что будут другие пророки. Это однозначно. То есть в результате Моисей им передает то, что говорит Бог, и другие пророки им передают то, что говорит Бог. Но, может быть, и храм минимум, это я иду просто по твоей линии видишь. Но я подумала, что на самом деле совершенно неочевидно, что человек, первый раз читающий Тору, решит, что храм это цель всего. То есть Медраж, он так представляет действительно эти дела. я читаю Тору, и я понимаю, что они построили скини очень хорошо. Какие-то другие еще цели есть в жизни. Но заодно и скини у нас есть хорошо. Но заодно там говорится, что надо приходить всем в одно место на встречу с Богом. Тоже хорошо. Но вообще-то почему я должна думать, что именно это цель всего? Может быть, там какие-то другие? Не очень очевидно вот этот посыл к Раву Шерке, что так подумает человек, который первый раз прочел Тору. Тем не менее, действительно, такой подход безусловно существует, который высказан Медрашэ, что как бы Всевышнему необходим этот канал связи с человечеством. Идея Медрашэ, мне кажется, в том, что цель творения мира это диалог, что Всевышний совершенен во всем, кроме того, что ему не с кем поговорить, поскольку нет другого такого совершенного. И он творит творение для диалога с ним, чтобы был у него собеседник. И другой уже вопрос, что как будет этот собеседник беседовать, через храм на земле или по каким-то другим каналам. История совершилась так, как совершилась. И у нас есть вот эта тема храма, который был установлен, спланирован в результате определенных событий, о которых мы читаем в Торе. Но при этом у нас нет возможности подумать, а как могло бы быть по-другому. и поэтому Медраж мне кажется облачил вот эту идею о собеседнике в форму вот этого храма. Потому что это та форма диалога, которая есть у нас в той исторической реальности, в которой мы оказались в результате тех событий, которые человечество пережило. Да, совершенно верно, я думаю. Я все время вспоминаю Рабьехана Рэш Лакиша. Когда Рэш Лакиш умер, то Рабьехан очень сокрушался. Не было кого-то, кто все время ставил палки в колеса, задал вопросы. А он учился с Рабьехом Газаром, который говорил «Все, совершенно верно ты говоришь», и давал еще пять доказательств на каждое его тезе. Это его очень огорчало. Когда у нас уходит Натан, некому нам устраивать движуху. Что я сделаю, когда мне очидаются то, что ты говоришь, все совершенно правильно. Ну, хорошо, кто-нибудь хочет заменить Натана, возразить? Нету замены. Поедем дальше тогда. Да, тогда я прочитаю следующий отрывок. Для кого предназначен храм? Кому владыка мира хочет обратиться? Мы видим в Торе, что всегда речь идет о коллективной сущности. Сначала об израильской и сделаю тебя народом великим, а после этого обо всем человечестве и благословяться в тебе все семейства земли. Мне кажется, нужно устранить из храма национально-израильский аспект относительно узкий и понять, что речь идет о храме, имеющем универсальное общемировое значение. Когда народ Израиля осознает, что он несет ответственность за все человечество, строительство храма для того, чтобы божественное присутствие вернулось в мир, станет понятным само собой. На сегодняшний день мы находимся в мире, в котором есть разрыв с творцом, и мир с тоскою ждет, что его возлюбленный вернется в свой дворец, в место, где сердце мира живет через сердце нашего народа. Как-то так очень красиво здесь сказано. То есть вот этот собеседник как человек или как общность человеческая раб говорит, что она меняется, но она меняется прямо в следующем стихе, что сначала этим собеседником является народ Израиля, который произойдет от Авраама. Все вот это цитаты это из избрания Авраама, которое лех-леха и цель этого избрания. Я сделаю тебя народом великим и благословятся в тебе все семейства земли. Для чего я тебя сделаю народом великим? Для того, чтобы через тебя могли связаться другие семейства земли. И опять же мы читаем о пророках, которые уже говорят, что в будущем в храм придут все народы, из Сиона выйдет Тора, явно, что это Тора для народа, поскольку евреи Тору получили на горе Синай. И вот Раф Шерке такой, опять же, невероятный говорит хедуш, что народ Израиля должен осознать, что храм имеет общее мировое значение, что он нужен в первую очередь всему человечеству. и человечество неосознанно, но со страстной тоскою ждет возобновления своего контакта с Творцом, которое возможно как раз через храм. Я все время влезаю, прошу прощения. Ну, почему? Если бы ты не влезал, вообще было бы сложно. хоть с этой стороны у нас есть. Я хочу сказать, что вот что получается. Если бы это был призыв со стороны Рава исключительно к религиозным, тогда все понятно. То есть отказаться от узконационального аспекта. Но часто есть проблема, что огромная часть Израиля вообще и не религиозной, и ни о каком храме не думает, и ничего. И вот тогда вопрос, что сначала? Сначала эта часть должна как бы подтянуться к религиозным, или не дожидаясь этого, можно развивать универсальный аспект? Ну, Рав все-таки считает, безусловно, что не дожидаясь. На самом деле по этому поводу у нее есть вознагласия с другими мировыми. Не со всеми, с некоторыми. Это не считают, куда вы там побежали, на универсальность. У нас самих столько еще проблем. Не только с теми, что большая часть народа не религиозная, а вообще полно проблем других. Мы еще не совершенны, мы еще сами должны себя исправлять. Куда он пошел? сейчас побежим исправлять человечество. Это такие тезисы существуют. Надо понимать. Но с другой стороны, если ты будешь ждать, пока сам дойдешь до совершенства, то возможно, ты упустишь какие-то важные возможности. Также, между прочим, дело обстоит с теми, кто не хочет преподавать, например. Кто и что? Сколько я знаю? Сколько я еще не знаю. У меня такие пробелы в образовании. Я тут путаюсь и там путаюсь. Я должен еще там лет 20 учиться, прежде чем я смогу кого-то преподавать. И тогда некому быть преподавателем на самом деле. Приходится людям, которые не знают всего, все-таки брать на себя смелость и идти преподавать то, что они немного знают и поднимают. Таким образом все-таки тарак слава богу сохраняется. Да. есть, это не совсем про это, но я вспомнила одну историю, я не помню, есть известных кто эти персонажи, но я забыла. Один раб послал своего ученика в некоторый город быть там раввином. И он говорит, я не могу, я не могу, говорит ученик, я очень боюсь ошибиться. Он говорит, что ж ты хочешь, чтобы я послал туда человека, который не боится ошибиться? То есть на самом деле как бы тут такая же история с нашим народом. Ну да, мы ошибаемся, мы боимся, что мы ошибаемся. Ну, в общем, это как бы позитивное чувство такое. Мы пытаемся исправляться и параллельно помогать всему миру исправиться. Поэтому даже есть нечто такое позитивное, я думаю, что когда есть большие праведники, которые наставляют нас, простых людей, мы не в состоянии понять и использовать их наставления, потому что то, как они себе представляют путь человека, они представляют на своем уровне, на уровне высоких праведных людей. Да, и то, что им подходит, нам не всегда подходит, мы не в состоянии с этим справиться, с этой задачей. Если приходит человек, который сам очень много работает на собой, не всегда справляется, не всегда успешно, он знает, какие трудности приходится преодолевать простому человеку, и он лучше может иногда научить тех, которые приходят с ним и за советом. То же самое может быть и с народом Израиля, который спотыкается, поднимается, идет дальше. И вот параллельно может пример дать другим народам, потому что мы просто одни из них, которые чуть-чуть там немножко больше выучили. Просто тогда можно спросить, что означает «Гой-Годоль», «Сделаю тебя Гой-Годоль». «Годоль» в смысле, что многочисленный или «Годоль» в смысле, что где все находятся на очень высоком уровне духовном. Вот. Не знаю. Есть там два предъявления. Там есть как песок и как звезды. Так что как звезды на небе, это на высоком, как мне кажется, на высоком духовном уровне, а как песок и на низком тоже. Бывает по-всякому, наверное. Не знаю. Хорошо. Вспомнить, какой там был точный комментарий. Я могу сейчас и наврать. Ладно, может быть, где мы сейчас находимся? Теперь я, да? Да. характер встречи творца и творения. Храм – это место, где возможна встреча между творцом и творением. Это место обязательно должно быть защищено и устроено иерархически. Потому что встреча творения напрямую с творцом не всегда желательна. Подобная встреча обязывает подготовки и требует освещения, очищения со стороны творений. Существуют особые состояния, такие как три праздника паломничества, когда эта встреча реализуется во всем своем великолепии. это подобно воспроизведению и состояния у горы Синай, Синайского откровения, где произошло раскрытие творца человеку лицом к лицу. Важно отметить, что есть в раскрытии творца человека две стороны. И персонально персонально. Персонально это, наверное, общая такая, которая относится ко всему народу, к всему человечеству. Нет, там дальше будет понятно, либо личное, либо безличное. Это верно также и в отношении встреч между людьми. Когда ты встречаешь меня в качестве работника банка, ты не встречаешь меня самого, но только того, кто выполняет определенную функцию. Моя личность, она скрывается за моей должностью, которую я не вижу дальше. Андрей? Да, я переверну. Которую я исполняю в данный момент. Я не вижу после этого. Меня закрывает полоса, не знаю, как ее убрать. Так, а я все передвинул, я не знаю, почему не видно. Спасибо. Может быть, у меня была задержка. В отличие от ситуации, когда мы ведем между собой дружескую беседу, тогда моя личность ведет основную часть. Так и Всевышний раскрывайте нам в своем мире двух качествах. Через природу, имперсональный, скрытый аспект или через откровение персональный аспект непосредственный и открытый. Может быть, здесь стоит понять, что значит через природу. потому что есть многие явления природы, которые я воспринимаю лично. Что-то со мной случилось, я заболела. Это явление природы какой-то? Да? Но, видимо, он имеет в виду в общем и целом через природу. Законы природы и так далее. Ну да, что человек говорит, что хочешь увидеть Бога, посмотри на природу. Что вот смотрит на явление природы и говорит, что это Бог. Но это не является личным аспектом. Это как раз является одеждой, функцией определенной. Вот скажем, такой вопрос. Дожди, которые в земле Израиля, они в принципе связаны по теории с нашим поведением. Если мы ведем себя хорошо, то есть дожди. А вот сейчас нет дождей, это все правительство виновата. Неправильная у нас правительство. Это шутка. То есть в данном случае это персональный или я серьезно спрашиваю, я не очень до конца понимаю идею. Как вам кажется, Андрей? Ну, судя по тому, что сказано в Торе, вот эти дожди это один из каналов связи с Всевышним в управлении, по которому евреи могут проверить себя, правильно ли они себя ведут. Это конкретно дожди в земле Израиля. Более того, я слышал от Мейра Левенова, что он говорил с каким-то сейсмологом, синоптиком, и тот сказал, что действительно Израиль это очень уникальная зона. В плане если изучать что на что влияет в образовании погоды, то Израиль находится в каком-то центре, в котором работает вот этот эффект бабочки, что там как раз малейшие какие-то изменения на земле, они могут приводить к изменениям вот этой атмосферы, которая совершенно непредсказуема. И потом уже Израиль влияет на все остальные климатические зоны. А вы думаете, что исторические события, скажем, социальные, они к природе не относятся? Мне кажется, что относятся тоже. Относятся, конечно. Так вот я поэтому пытаюсь прояснить, понимаешь, потому что я не знаю, что относится к этому имперсональному, а что к природному. если исторические события, которые затрагивают меня, затрагивают мою судьбу, они из-за того, что они носят общий характер какой-то, они не считаются персональными? Ну, наверное. То есть персональные, только лично направленные мне каналы. И, может быть, дожди это все-таки нужно отнести тоже персональные связи с народом Израиля, а не общим каким-то. явлением природы. Может быть. А так получится, что персональное это только пророчество, да? И молитва пересвала? Мне кажется, что нет. Это то, что со мной лично случается. Вообще говоря, ну, может быть, болезнь тоже она персональная. Это случилось лично со мной. То, что, вообще говоря, существует корона там на земле сейчас, это имперсонально. Это некоторое общее явление, которое случилось со всеми. человечеством. Не знаю, а может быть и нет. В общем, это вопрос. Может быть. Нет, так ведь реже идет о том, как Бог проявляется. Проявляется ли он как дожди, как исторические события, там, как корона, или же он проявляется прямо вот непосредственно как некто, кто с нами разговаривает. Ну, только он же со мной разговаривает через все это. Вот поэтому я немножко затрудняюсь сказать, где границы между персональными и неперсональными. Ведь мне как бы все, что происходит в мире, все, что происходит со мной, мне что-то говорит. Не просто так. И даже где-то очень далеко что-то такое произошло, как-то меня затрагивает. Поэтому я немножко не понимаю различия. Может быть, Андрею более ясно. Может быть, пойдем почитать дальше, потом поймем. Напрямую здесь говорится о пророчестве, когда пророк слышит голос Всевышнего и у него нет сомнений, что это Всевышний к нему обращается. Вот это уже персональный аспект. И дальше вот это откровение, как здесь сказано, оно уже облекается в разные другие формы, позволяющие уже каждому человеку, в том числе через природу, установить этот контакт. Например, то, что у евреев будет контакт через дожди, это же получили от пророков. Без этого мало ли, там дождь идет, не идет, откуда бы знали. То есть персональное это именно откровение, именно пророчество, а не что-то другое. А с другой стороны, в пророчестве нет никакой иерархии, а там говорится, что должна быть иерархия. Нет, иерархия это о храме говорится, насколько я поняла. Это не о других каналах. Нет, но в человечестве есть иерархия в плане, что есть пророк и все остальные. пророк всем остальные. Вот сначала он говорит о храме. Это место обязано быть защищено и устроено. И встреча творения не встает. Потом встреча обязывает подготовки в храме. Он объясняет, почему в храме есть коэн, есть место, в которое можно заходить, есть место, в которое почти никому нельзя заходить и так далее. И три праздника тоже говорится мне кажется о времени, когда храм существует. А теперь он говорит уже о другом. Есть две стороны. И персональный, и персональный. Может быть, надо потом попробуем обдумать и уточнить, потому что если как ты, как вы говорите, Андрей, то тогда получается, что персональный только пророчество. когда он точно знает, что он получает конкретные указания от Бога. А не персонально это все остальное. Может быть? Нет. Мне кажется, что контакт пророка это установление персональной связи уже со всеми остальными людьми. Потому что пророку сказали, как строить храм, а в этот храм уже может приходить каждый человек. И там опять же у него там будут разные ограждения, куда кто может пройти и так далее. Пойдем дальше тогда. так и все раскрывается через природу или через откровение. Откровение это нет, мы просто этого не прочли, иначе бы я не задавала дурацких вопросов. Через откровение это будет персонально, действительно. а все остальное это уже скрытый аспект природный. Но я учусь его расшифровывать как бы можно и понять, что он для меня значит. Ну да, что как раз третий храм нам нужен для того, чтобы эта встреча была вот как здесь сказано Яшир Вегалуй непосредственная и открытая вот там, где уже нет сомнений. А пока что мы то, что называется это обнимаем царя через одежду. Мы обнимаем царя, но по факту мы прикасаемся к его одежде. А одежда этой может быть сколько угодно слоев, если это какой-то великий царь. Нет. А кто сейчас считал? Я или ты? Или вы? Я читаю. Так, храм с неба и вопрос. Есть большая путаница относительно третьего храма, о котором сказано, что он спустится к готовым с небес. Это идет от неточности понимания и выражения храм с небес. Что это за храм, который находится на небесах? Где эти небеса? Может быть, есть некий метеор или метеорит в форме храма, который летает себе в космосе и ждет разрешения приземлиться на храмовой горе? Конечно, нет. Храм с небес это значит духовный храм. И когда говорят, что в последние времена храм спустится с небес, имеется в виду, что раскроются идеи. В будущем человек поймет высшим духовным постижением, каким образом духовный храм должен реализоваться в этом мире. Через жертвенник, спустится с небес в духовном понимании выражения. Но реальные действия будут произведены людьми. Ну, да, мне кажется, речь идет о том, что за две тысячи лет Галута народ Израиля был далек от своей земли, от вот этих всех действий, заповедей, которые выполняются на земле, и стало казаться, что стали ждать какого-то чуда, что возвращение на свою землю будет чудесным, что храм каким-то чудесным образом спустится. А здесь Раф предлагает понимать, что спустится с небес, что просто люди поймут, что пора его строить, как именно надо его строить, и начнут это реализовывать уже своими руками. да, только можно добавить в Талмуде еще сказать, что Всевышний не входит в небесный Иерусалим, пока не войдет в Нижний Иерусалим, земной. Тоже как бы параллельно. То духовный храм он как бы даже вторичен в каком-то смысле в отношении материального земного, который еврейский народ должен построить или строить. То есть так откуда все начинается? Начинается все с земли опять же. Вначале на земле строят, а потом Всевышний входит в небесный храм. Да, он как бы там есть. Эта проекция существует и когда она сознается, то она реализуется в материальном. То, что он спускается с небес, как бы реализуется в земле, но на самом деле работает начинает небесный тогда, когда работает храм внизу. Ну, в таком духе. Вполне вероятно, что мы видим в этом противоречие как раз потому, что мы живем в двойственности. А на самом деле нет может быть просто разделения в том плане кто первый, кто второй. Да? Наверное. Есть что-то добавить, возразить, спросить? Мы хотим продолжать или уже у нас... Оу, одну секунду. У меня какая-то проблема с батареей. Ну, вроде ничего. Я не знаю, где что было. Смотрите, не заряжалось. Извините. Да? Все работает? Да? Время у нас еще есть. Я думаю, можно еще... Ну, просто как бы сложная тема, в которой много вопросов. Не знаю. можем отложить, да. давайте. Трубами и голосом Шафара Трубите. Бехатератон, Беколь, Шафар, Ириул. Как сказано в псалме. Броши, Шана, в храме Трубили, и в Шафар, и в Трубу. Это хатсатсирот, это Труба. Ну, да. Шафар, это Рог. Да, Рог, Труба. Я почему-то пытаюсь найти какое-то другое слово, но не важно. Шафар, это Рог, собственно, это природный инструмент, в создании которого не участвовал человек фактически. Ну, там, как-то его обрабатывают немного, я от себя добавляю, но вообще он создан, сам по себе сделался, конечно. А в отличие от трубы, которая сделала Рог человек, вылет это металлическая труба. И то, и другое мы могли осветить в храме. Но с тех пор, как разрушен храм, и наше состояние не есть перед лицом Всевышнего. Пожалуйста, откройте немножечко еще. Мы трубим только в природный шафар. То есть Рошана трубим в трубы. Почему? В шафар трубим. В трубы не трубим, а в рот трубим. Потому что есть довольно большие опасности в утрате эстетического аспекта, когда нет присутствия шхены в мире. как говорит Рабинахан из Браслова Ликутей Махаран, то есть сборник его высказываний учения Рабинахана, ибо сейчас во время Галута главная важность и привлекательность находится у народов мира. И после разрушения храма мы стали слишком истощенными и бессильными, чтобы осветить эстетический аспект. И что же происходит в наши дни? Эстетическое чувство вернулось, физическая красота народа Израиля снова выделяется, это явный признак возвращения шхены. Ничего я не поняла между нами говоря. Довольно сложный отрывок, то есть получается... Я не поняла почему, как связано то, что мы не трубим в трубы, довольно большая опасность в утрате эстетического аспекта. А, вот что делал, хочешь сказать, мы разучились как бы трубить в трубы, мы утратили эстетический аспект, правильно я понимаю? Ну, мне кажется, трубы здесь символизируют вот этих музыкантов, левитов, которые были в храме, и после разрушения храма некоторые общины даже музыкальными инструментами не пользовались в качестве траура. И не только в качестве траура, а вот какой-то проблемой вообще с эстетикой, насколько здесь я понимаю. Получается, это труба, которую делает человек. Ну, шафар – это голос как таковой, голос без текста, без каких-то там обертонов и так далее. Природный такой крик, в нем нету эстетики в принципе. А при этом есть другая форма служения через трубы, это уже задействовать вот эту всю технологии, музыкальные инструменты, красоту, и при этом не... мы от этого отказались, потому что мы ослабли. Правильно? Да, да, то есть мы не можем это все поднять, включить свое служение и поднять вот эту всю эстетику. И поэтому мы ей не пользуемся. Но пришло время, пришло время как бы ее постепенно включать. Вот это то, что происходит в наши дни. Так я понял. просто тут сформулировано немного странно. Такое ощущение сначала у меня было, что мы отказались от труб, потому что есть в них какая-то опасность. Но наоборот. Есть опасность в том, что мы отказались от трубы, отказались от эстетики. Так? Я так понял, что опасность в том, что мы будем издавать через трубы такие ужасные звуки, что вообще просто все... Нет, ну действительно, если мы потеряли эстетическое чувство... Да-да-да, можно сказать. Правда, я думаю, Рабин Ахман, когда он, кстати, жил, это ведь было еще до великих еврейских музыкантов. В 1810 году он ушел. Да, Мендельсон в то же время, да? посмотреть. Там как раз началась вот эта скала, отход от общин в университет и так далее. Так что, да, наверное, еще не начинались вот эти еврейские великие музыканты. Мендельсон уже использовали во все... Нет, Мендельсон умер в 1847 году. Ну вот, все правильно как раз... Параллельно рограмма совершенно. Ну, то есть, тогда все начиналось, да, он когда вернулся из Евгелого, да, он понял, что в мире происходит и стал уже все по-другому говорить. Да, интересно. Но, тем не менее, как бы вот нигуны, да, всяческие, мне кажется, их во все же века использовали. Другой вопрос, да, что это именно вот голос, вся красота была голосом, а музыкальные инструменты особо их не пользовались. Не пользовались? Я, честно говоря, я не знаю. Пользовались, но тоже там известно, там, еврейские музыканты. Но и в Италии, я думаю, была еврейская музыка, известная, как и ноты. Не знаю, надо узнать. Это, это, как бы, я точно не знаю. Но, все это, как-то, наверное, все же, при всем, при том, что называется в миниатюре, без иран. Это не служение реально музыке. Это вот мы не потянули. Просто поиграть на свадьбах туда-сюда, мотивы еврейские, это было. Но внести это в рамки служить. Наверное, так надо. Ну да, похоже на то. То есть, вот эта эстетика вот действительно на высоком уровне, как она должна быть в храме, для нас она еще была недоступна. Ну, хотим еще прочесть отрывок? Да, у нас, ну, хотя нет, он довольно большой и интересный. Я думаю, что нужно оставить его на следующий раз, и у нас через 15 минут будет урок Мейера. Может быть, есть еще какие-то добавления ко всему, что мы прочли. вопросы? Это не вопрос, а просто вот ощущение, что с каждым разом все интереснее. ходишь в этот мир, как-то он понимаешь немного этой идеи, мне кажется, привыкаешь к стилю. Может быть? это, в принципе, да, на моем опыте, чем больше одного читаешь или слушаешь, начинаешь понимать, где он на что ссылается, где-то он одну идею развивает подробно, а в другом месте он ее упоминает до одной фразы. если ты как бы не слушал остальных уроков, то не понимаешь, о чем идет речь, да, поэтому, конечно, ну, есть большая польза в том, чтобы вот средоточиться на чем-то одном, и тогда все намного многограннее раскрывается. Ну, хорошо, тогда всем спасибо, ждем вас на новых встречах с Божьей помощью. Спасибо. До свидания.